Привет всем! Сегодняшнее мое видео будет о небольших покупках. Такая сборная солянка. Всякого разного, по чуть-чуть. И мне так хочется... Я опять начала записывать видео. И мне столько много есть, что вам показать и рассказать. Мне пришли три покупки сайхерб. И столько много всего. Но начнем помаленечку, по чуть-чуть. Итак, начнем с декоративной, пожалуй, косметики. Тональник или крем я себе приобрела. Вот такой вот. Maybelline Pure Liquid Mineral Foundation. Да? Да. Цвет 21 Nude. С минерализованной водой и 12 минералами. Oil Free SPF 18. Такая вот помпа. Чучучка. Пользуюсь уже достаточно давно. Так что могу сделать даже какое-то небольшое ревью. В принципе, меня устраивает. Слава богу, под цвет очень. Как-то повезло мне. Совпало под цвету. Хорошо выбрала. Вот. Что еще могу сказать? Oil Free действительно Oil Free. Потому что он такой очень-очень жиденький, как водичка. И вот единственный его недостаток, что ты нажимаешь и вытекает достаточно много. И плюс еще и соль растекается по всей этой самой помпе. Так что, ну... Но, в принципе, самим содержанием я довольна. Хватает его, я думаю, часов... У меня жирная кожа. Хватает его часов на, скажем, 5 часов его хватает стабильно, без блеска. Не нужно ничего управлять, ничего. Хорошо мотирует. Хорошо выравнивает вообще цвет кожи. Причем я нуждаюсь очень сильно. Вот. И, в принципе, довольна, довольна этим продуктом. Расход у него хороший. Несмотря на то, что выдавливается вроде много, очень мало я его использовала. Сейчас я вам постараюсь. Чик. Чик-чик. Вот. Вот оно. И вот мы делаем држжж. Получается что-то, что-то такое. То есть ничего не видно. То есть хорошо. Вот, в принципе, довольна. Не знаю, куплю ещё раз, каждый раз покупаю что-то разное, поэтому... Так. Первый раз попробовала Essence косметику, купила вот такой вот корректор, cover stick от Essence, цвет 03 Mad Honey, матовый мёд. Вот. Вот он такой. Недавно буквально купила, но уже попользоваться успела. Вот. Если видно, надеюсь, видно. Такой он. Сначала показалось, что он как-то суховат и достаточно тяжело распределяется по лицу, но, возможно, это было первое, когда только новым начинаешь пользоваться, потому что сейчас уже он так как-то стал помягче, если это возможно. Вот. В принципе, довольна тоже пока. Достаточно хорошо. Снеги под глазами не сказать, что на 100%, но, в принципе, при особом усилии можно замазать. В общем-то, по большому счёту, довольна продуктом. И ещё купила от Essence тушь. Такая вот тушь, false lash effect, зелёненькая, мульти-экшн. Что могу про неё сказать? Такая щёточка для начала покажу. То есть обычная такая щёточка. Вот. Возможно, пока она ещё новая, очень жидкая, она оставляет очень много комочков, но, в принципе, эффект её мне не нравится. Ну, может, эффект накладных ресниц это слишком сказано, но, в принципе, достаточно она хорошо разделяет, удлиняет объём. Я бы не сказала, что она придаёт объём, но вот чисто длину, мне кажется, да, она придаёт. В два слоя, если наносить, вообще шикарно получается. У меня сейчас вот один слой. Не знаю, можно ли было что-то видеть, но надеюсь, что что-то было видно. В принципе, хорошая, хорошая тушь. И за свои деньги, тем более. Первый раз ещё увидела Essence фирму, слышала о ней. Но вот нас в Латвии, в Дрогоси, первый раз увидела стенд, решила, что надо что-то взять. Дальше идёт у нас два карандаша. Красненький и беленький. Как можно заметить, беленьким уже давно пользуюсь. Ну, какое-то время уже пользуюсь. Поэтому купила такой красненький, потому что белый мне очень-очень понравился. Очень хорошо пигментированный, но на белом уже не видно, что это. На красном ещё видно, наверное. Paris Memories Lip Liner. Paris Memories Cosmetic. Made in O.I.E. Ну, вот так вот. В Эмиратах делают такой карандашик. Красненький у нас для губ. Вот он. Ну, он даже не красненький, а такой вишнёвый какой-то такой. И беленький у нас для глаз. Беленький видно, это так особо не видно, да? Вот. Вот такой вот карандаша. Очень была довольна этим белым, потому что, вау, супер. Просто один раз провонишь, и уже действительно видно, что ты чем-то провёл. Не как какие-то у меня были предыдущие карандашики. В принципе, красным тоже довольны. Он у меня сейчас на губах, и поверх просто прозрачный блеск. Такой, ну, приятный, на мой взгляд, розоватый оттенок, который даёт губам. Дальше у нас идут два лака. Вот такие. Вот, к сожалению, ничего на мальчах сейчас нет. Такой вот Floormar Super Shine Miracle. Покупала ещё в Фринляндии. Такой очень-очень блестящий. Очень розовый и очень блестящий. Нужно наносить два слоя, чтобы что-то было. Ну, чтобы что-то хорошее было. В принципе, я два раза, да, красила ногти. Вот сколько у меня ушло. Не сказать, что экономичный, но с другой стороны, ну, чего там на лаке экономить. И купила тоже Floormar Graffiti Nails. Потому что в Латвии я вообще не видела вот этот вот трескающийся лак. Вот он такой вот. А в Финляндии увидела и решила сразу же взять. Взяла зелёный. Что могу сказать? Им нужно очень быстро работать, потому что как только ты наносишь, он сразу же начинает засыхать. Поэтому нужно очень-очень быстро наносить. Но, в принципе, это резко, это хорошо. И у него матовый финиш. То есть я сверху ещё наносила прозрачный лак. Вот. Потом по мелочи у нас дезодорант Рексона. Я покупаю только такие пшик-пшик аэрозоли. Как-то мне он так роднее всего. Потом пенка для бритья. Исана. Самая вообще бакзавельная. Но пахнет очень классно. Мне нравятся персики. Постоянно её покупаю. Такой прям приятный запашок. Запашок. Плохое слово нет. Потом духи. Элизабет Арден Реддор. Привёс мне муж. Обалденный запах. Мой любимый из последних. Такой вечерний, тяжёлый. Чем-то напоминает мне пятую Шаней. А я люблю пятую Шаней. Так что, возможно, это на любителя. Скорее бы сказала, может быть, для взрослой женщины. Возможно. Ну, это всё относительно. И приобрела я себе завивалочку Philips. Ceylon Carl Essential. То есть, самая вообще простая. А, сейчас размотаю. У нас есть буквально кнопка включить-выключить. И у нас есть тут подставочка, да, чтобы грелось. Здесь лампочка, когда загорается, готова. И можно сюда и так накручивать. Но я делаю обычно так. Наверное, вы видите, волосы короткие, но хочется тоже что-то там такое. Такое что-то делать. Такое там... Что-то такое. Какой-то сейчас показала кашу на голове, да? Вот. Вот такая штуковина. Очень ей довольна. Сегодня, собирая, идём в оперу, служим. И так что будем работать с этой штучкой. Это было всё из этих маленьких покупочек. Ждите ещё. Обязательно видео будет одно или два. Наверное, даже с iHerb. Потому что там очень-очень много всего. И с наступающим вас Рождеством. Часть и добра мира. И пусть всё-всё-всё всегда-всё всегда-всё будет хорошо. Пока.